АЛЬМЕТИХ СЕГОДНЯ Вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании Альметьевск ТВ. Сегодня выпуски. Альметьевск – город будущего. Он в числе лидеров по Татарстану в благоустройстве территории, капитальному ремонту домов и дорог. Альметьевск вообще радуется. Радуем прям. Смотрим. Зель немного. Выходные – время приятных сюрпризов. В Альметьевск приедут блэкстар Тимати и победительница шоу «Голос» Дина Гарипова. Но будет еще одна звезда, имя которой пока не разглашается. В конце тоже всех ожидает сюрприз. Об этом тоже говорить не будем. Здоровье в порядке. Спасибо зарядке. Минздрав предупреждает. Активный образ жизни – секрет долголетия. Мы не будем убедительными в общении с пациентом, если мы сами не будем придерживаться принципов здорового образа жизни. Крупномасштабные проекты, новые рабочие места и достойная зарплата – прочная основа социальной стабильности в Татарстане. Регион-лидер, каким является Татарстан, продолжает ставить перед собой амбициозные задачи. Для их выполнения нужна сильная команда. Добрый вечер, уважаемые Татарстанцы! Хайрлэкеш, хырмэтлэ ватандашлар! 13 сентябрда біз сынгы 14-ти елышында бірінші тапкар Республика Президенттін сайлыбіз. Шолық вақытта барлық зерлі узидерлердің, вақалдатлі органларының яңа составын жиябіз. Выборы президента республики и формирование представительных органов местного самоуправления проходили на фоне негативных событий в мире. В этой связи особую актуальность приобретает приверженность Татарстану делу сохранения межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Это позволяет даже в условиях международной нестабильности работать в созидательном режиме. Мы определили стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. Сохраняя историко-культурное наследие и используя мировые достижения, мы стремимся закрепить за собой позиции региона-лидера по развитию экономики и качеству жизни. В этом вопросе мы получаем полную поддержку от президента РФ Владимировича Путина и правительства страны. Крупномасштабные проекты, новые рабочие места и достойные заработные платы создают прочную базу для социального благополучия. На это также нацелены развитие здравоохранения, спорта, туризма, образования и науки, создание комфортной среды обитания, сохранение национальных культур и духовных ценностей. В выполнении столь амбициозных задач по силам только команды профессионалов, убежден, именно такие люди составят костяк представительных органов местного самоуправления. Дорогие друзья, уверен, что 13 сентября, придя на избирательные участки, вы поддержите родную республику, желая вам уверенности в себе и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Обновленные дворы, отремонтированные дома, новые парки и ровные дороги. Плодотворным и активным и богатым на открытие оказалось минувшее лето в Альметьевске и Альметьевском районе. Изменения в лучшую сторону коснулись практически всех сторон жизни альметьевцев. О том, благодаря чему жизнь горожан и сельчан становится все более комфортной и качественной в нашем сюжете. Несмотря на прохладную погоду, лето в Альметьевске получилось жарким. Таких грандиозных преобразований не ценная столица не переживала уже несколько лет. В рамках стратегии развития республики Татарстан по созданию условий для комфортного проживания, производительного труда и активного досуга каждого жителя на территории Альметьевского района успешно реализуются все 30 уникальных президентских программ. Благодаря эффективной работе республиканских властей под руководством в Рио президента Татарстана Рустам Миниханова и успешным начинанием лидера района Айрата Хайрулина, жители Альметьевска с радостью отмечают позитивные перемены. Альметьевска вообще радуется, радуем прям, смотрим, зелень немного, душа радуется. Вот выйдешь гулять, так прекрасно, кругом цветы, радостно, прям даже хочется, в дом не сидеть, хочется ходить, ходить, ходить. Небывалое внимание в этом году обращено на дороги. По инициативе лидера района Айрата Хайрулина в городе-районе проведен беспрецедентный по своим масштабам ремонт дорожного покрытия. Благодаря стараниям местных властей, помощи нефтяников и поддержке руководства республики, более 270 миллионов рублей затрачено на приведение в порядок магистральных и внутриквартальных дорог Альметьевска и улиц в населенных пунктах Альметьевского района. В последнее время за дороги так сильно взялись, даже это очень сильно радует. У меня живет здесь мама моя старая, в Альметьевске было как вечно всегда разбитой дороги, но в этом году, как мы видим, покрытие все соответствует нормам. Еще одним этапом преобразования стало появление в Нитеграде новых зон отдыха. В год парков и скверов в Альметьевске появилось 4 парка. Самый большой – парк Шамсинур, открыл лидер Татарстана Рустам Мениханов. Пешеходные велосипедные дорожки, спортивные детские площадки, газоны и скамейки сразу стали пользоваться популярностью среди горожан. Для любителей хорошей книги и интеллектуального отдыха обустроен сквер-литературный дворик около памятника Тукаю. Парк Шамсинур очень нравится нам. Можно здесь отдыхать с детьми, взрослым, старшим, старшему поколению тоже можно отдыхать. Очень много тут игровых площадок для детей. Еще два сквера скоро откроются в районе новостроек. Один на улице Аминова, другой в микрорайоне Яшлек. Парки появляются не только в городе, но и в районе. В селе Чувашское Сиренкино обустроен парк имени 70-летия Победы. Кроме того, на селе продолжается строительство социальных объектов. Так и в Новом Каширове открылся ветеринарный пункт, а в Тихоновке – врачебная амбулатория. Получили продолжение республиканские программы, начатые в предыдущие годы. Это капитальный ремонт жилых домов, школ, детских садов, больниц, подростковых клубов, а также строительство учреждений образования. Этим летом в Альметьевске открылось два новых детских сада. Городок чудес на 140 мест и Дружба на 260 мест. Очень ярко, красочно, все красиво. Молодцы, кто построил детский сад. Спасибо всем. Красивым и удобным для проживания Альметьевск делают и проекты, инициированные руководством района. Так, в рамках программы «Мой любимый двор» вводится в эксплуатацию 30 детских игровых и 5 спортивных площадок. Проект разработан в рамках стратегии развития «Мой любимый Альметьевск». Нам очень нравится эта детская площадка. Нам, как родителям, очень важно, где и чем занимаются наши дети. Спасибо руководству нашего района и республики за предоставленные нам условия. Альметьевск по праву называют городом европейского уровня. Он неоднократно становился победителем республиканских и российских конкурсов как самый благоустроенный город. Но совершенству нет предела. Впереди у нефтяной столицы новые масштабные проекты. Алсуга Таулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Только 13 сентября, в единый день голосования, все жители Альметьевска, отдавшие свой голос на выборах, получат возможность побывать на концерте «Блэк Стар Тимати» и победительнице шоу «Голз» Дины Гариповой. Ведущим праздника станет известный в России человек. Кто? Пока это тайна. Входным билетом на концерт станет пригласительный браслет, который выдадут проголосовавшему на избирательном участке. Что еще ожидает альметьевцев 13 сентября и как попасть на концерт тем, кто еще не обладает правом голоса, мы спросили у организатора данного мероприятия Рамиля Ибрагимова. Просите родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, все, кто имеет право проголосовать, также прийти на избирательный участок и за своих детей получить браслеты. Они зеленого цвета, на них написано «Любимый Альметьевск». Браслетов хватит на всех. Их напечатано более 150 тысяч. Примерно такое количество избирателей живет в Альметьевском муниципальном районе. Основная движуха, она начнется, конечно, в 8, но сама площадка будет работать с 10 утра. Вот здесь на этой площадке будут детские спортивные праздники. С 2 часов начинают выступать музыкальные коллективы. С 8 часов у нас на сцену выходят уже основные ведущие. Будет телемост с Казанью. Нас увидит весь Татарстан. Будет телемост с Казань, Альметьевск, Ниженекамск, Челны. И в конце тоже всех ожидает сюрприз. Об этом тоже говорить не будем. Увидите это все на экранах. Ну и закончится все салютом. В конце мы предполагаем, что будет исполнен гимн Альметьевский. Такая жирная точка. Активный образ жизни, позитивный настрой и обязательно доброе дело. Залог долголетия и хорошего настроения. Чтобы здоровье было крепким, как можно дольше, день нужно начинать правильно. С зарядки и полезного завтрака. Эстафета «Добрых дел» стартовала 7 сентября. И с тех пор татарстанцы приняли участие в экологических акциях, благотворительных концертах и конкурсе «Доброго слова». Экватор же «Неделя добра» встречает бодро и спортивно. Утром в парке Горького хлынули волны позитивной энергии. В рамках акции «Спортивный Татарстан» на утреннюю разминку вышли сотрудники Минздрава и студенты Медицинского университета. Побудить человека изменить свой образ жизни на более активный. Вот такая наша задача. Ну а низкая физическая активность – это один из факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. «Мы не будем убедительными в общении с пациентом, если мы сами не будем придерживаться принципов здорового образа жизни». Для многих из утренних посетителей парка зарядка стала обычным делом. Ведь не так сложно, проснувшись, потратить 20 минут на собственное здоровье и получить заряд бодрости на целый день, считают они. «Мое утро начинается также с зарядки, с пробежки, с турника, с отжимания, с полезного завтрака, ну и много работы». «Устроение классное, хорошее, то есть утром на свежем воздухе, то есть всегда очень хорошо и приятно. И здоровый образ жизни мы всегда поддерживаем, так как мы учимся в КГМУ, мы всегда за спорт и за здоровье». «Далее нас ждет еще длинный, тяжелый, трудовой, учебный день. И такой заряд энергии с утра, он всегда как-то придает силу поболее». Разминка окончена, и теперь пришло время полезного завтрака. Все к столу. «Что-то каша, что ли?» «Овсянка, сэр». В Англии Шерлок Холмс и доктор Ватсон знали толк в здоровой еде. Это подтвердил и министр здравоохранения Татарстана Адель Баффин. На завтрак он советует кушать овсянку или другие каши. Можно разнообразить меню и не очень жирным творогом или другими кисломолочными продуктами. «Завтрак должен быть полноценный и качественный, безусловно. Полноценный с точки зрения микроэлементов, витаминов, растительной клетчатки». Каким должно быть здоровое утро в парке Горького показали более ста человек. Елизавета Саляхова, Рустам Залелиев, столица. Продолжение следует... Продолжение следует...